Это ваша первая стиха. Разве вы не считали, что сделал Давид? Вот одна праза. Мы должны очень хорошо знать грамматику своего языка. И удивляться, как переводчики смогли вот все так передать. Незнакомый язык, при том язык, находящийся не где-то рядом, а очень далеко от нас. Это другая группа народов семитская. Это не просто передать. А они передали так, что мы сейчас слышали на русском языке, как будто на самом деле Иоанн по-русски разговаривает, Христос по-русски. Если вы будете читать Коран, вы даже одну главу, одну суры не прочитаете, чтобы десятки раз не остановиться. О чем? Непрерывно вот так вот отрывается текст, и слова налепляются, и не поймешь о чем. Они по сегодняшний день не могут расшифровать. Уже тысячи тридцать лет расшифровывают. А у нас один раз прослушал, уже понятно, сто пятьдесят три рыбы. И мы видим, как от лодки оттолкнулся, прыгнул Петр, лодка качнулась. Как он плывет, угребается, может действительно брасом, кролем плывет. Дальше воображение, это очень простое. И вот мель, и дальше он бредет, по мели уже бежит, и видит это Господь, и костер разложенный. Ну все так естественно, рыбалка. И вот Христос говорит, разве вы не считали, что сделал Давыд? А что он сделал Давыд? А упрек, когда был, что ученики делают, он говорит, а вы разве не считали? А ведь Давид однажды-то нарушил закон. А в чем закон нарушил, вы знаете. И ученикам это он говорит. Когда есть-то захотели, взял хлебы предложение. А ведь закон точно сказал, никому нельзя есть, только для священников. Почему? Ну смотри, или умирать, или есть. Выхода-то не было. Разве, я подумал, слово «разве» надо знать, где ставить. Пройтись по этому слову, это слово удивление. Попытка другого наставить на правильный путь. Пробудить память у него, если, конечно, есть что вспоминать. Когда Господь сказал, разве не считали? Некоторые могли бы сказать, не считали. Православные, мы никогда не слышали про это. Евреи не могли этого сказать. Да, мы не знали только, что подставить к этому месту надо. Мы колосья растирали руками, в субботу нельзя, а он взял хлебы и не был виновен. Почему? Да нигде обвинение ему не ставится. Православный путь, он праведник, от него обещано потомство, а упрека никакого нет. Я решил посмотреть это слово. Оно встречается в Библии как напоминание. 140 раз. 140 раз нас Господь научает, где правильно пользоваться этим словом и разве. Припомните, вы в своей речи употребляете это. Разве я тебя не наказывал уже, а ты опять то же самое делаешь. Начиная с ребенка мы уже это слово слышали. И наконец спрашивает, а где похоронную бюро, а разве не знаете где? Да теперь к любому подойди, любой знает. Вон где кладбище-то. Поезжай, да все там тебе скажут. Разве ты этого не знаешь, что курева вредна и ты рано умрешь? А разве ты не знаешь, что однажды попробовавший наркотик никогда не отстанет от этого? А разве ты не знаешь и все время на каждом шагу можем и говорить? Давайте поучимся из Священного Писания, где употреблять можно это слово, а разве, и пользуются им очень аккуратно. И тогда вы обретете силу в этом слове. Тавид 6.16 Разве ты забыл слова, которые заповедовал тебе отец твой, чтобы ты взял жену из рода твоего? Это говорит ангел. Когда они шли дорогой, обычно юноша увлекается красивой девушкой, он все забывает. Лишь бы красивая была. Какая она будет, невозможность ей жить, разницы никакой нет. Лишь бы была она красивая. И Соломон об этом неоднократно говорит. Вожделенно для мужа красота жены. И описывается как. Он говорит, а ты разве забыл, отец-то наказал тебе не красоту искать, не с двумя, а чтобы она дипломами была, а из рода твоего, род твой, не забывая, из колена нефалимого, чтобы она была с тобой одинаковая. А вот когда отец так учит, а мать так, ничего не получится. Как правило, дети растут неверующие. Разве вы не слышали, что птица слетает так подобным себе? Разве нам родители так наказали? Нет, ничего не говорили. Каждый сам себе выбирает. Я особенно боюсь за молодежь. Мне кажется, что в чем-то даже правее было старое поколение, когда родители избирали. Вот у мусульман у них слово любовь, женщина вообще никто этого и не знает. Привезли, показали и все. Я даже не спрашиваю, уже все там решили, через две недели будет свадьба. А могли не показать. Иногда перед самым обручением только там увидят и все. Но единственное, что разрешается, перед уже накануне, жениха и невесту втолкнут в отдельную комнату, чтобы они друг друга увидели 10 минут. А когда вышли, они же наедине были, уже не имеешь права ее бросать. Хотя никогда ничего там нет. Разве ты не знаешь, и мы это должны сказать, а разве вы не знаете, сколько трагедий. И вот русская эмиграция исчезла в основном через что? Через смешанные браки. Я был в Америке, спрашивал, говорю, у вас дети где? Полюбил? Она красивая, хорошая, но она католичка. Договорили, что нас не будет детей крестить. Ну и что? Ничего, все сделали, как она хотела. А он ее любит, он все по ее сделал. Все дети католики, все ушли, язык не знают русский. И они потеряли всех. Ну а те, которые знали и брали из своего родства православных, все чисто по-русски говорят, все знают. Как будто они никуда не уезжали. Вот когда старообрядцы приехали из Турции, они там пробыли почти 300 лет. И вернулись, только язык тот у них был, так интересно говорят, старый язык. Никто не взял ни одной. Твердо держались. Исход, 4 глава, 13 стих. Моисей сказал Господу, пошли другого, кого можешь послать. Вместо себя отговариваться начал. И возгорелся гнев Господа на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя брата твоего Аарона? Я знаю, что он может говорить. Хорошо иметь брата, который может говорить. Сразу Господь сослался и разгневался. Почему отговаривался? Ты разве забыл, сколько у тебя братьев? А я не могу. Не можешь. А разве ты забыл, что можешь содействовать средствами? Вот издают, на разные визиточки ходят люди. С чем ты можешь помочь? Мне брат сегодня говорит, сестра одна попросила старенькая довезти ее до разъезда. Ну, он безотказно отвел. Так она ему носки связала, еще что сделала. Вот какое старое поколение благодарное. Разве ты не слышал, какие русские люди щедрые? Не просто ты прими. Дают, но я буду брать. Нет, за все надо отвечать. Хотя я, как трудящийся в слове, вы обязаны меня кормить и поить. Мои Павел говорит, не лучше умеряющего, чтобы отнял кто от меня эту награду. Число 11.23 Разве рука Господа коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли мое слово или нет. А о чем речь? Вот я сказал, фразу прочитал, а про что там говорится-то ведь? Речь идет о том, что люди просили мясо. А Моисей говорит, я что, должен всю скотину поколоть? Среди пустыни где возьму? И Господь на это говорит, что разве моя рука коротка? Я руку протяну сейчас, всех птиц остановлю, и миграционный путь их изменю в другом направлении, все вокруг вас будут падать и будете есть. И написано, и на еле, и до ноздрей. Что-то выше рта даже. До ноздрей. Вот как Господь, рука Господа по-прежнему велика и могущественна. Разве ты забыл? А здесь слово будем употреблять, слово разве. Кто бы что ни сказал, ты скажи. А разве ты забыл, как Господь нас хоронил до сегодняшнего дня вел? Ты помнишь, какая у нас была смута, революция, как в семье у нас был непорядок, и как-то Бог все так сделал. А разве ты забыл? Бог слышит. Ты все время повторяй это. Напоминай детям, близких, у которых подобное несчастье. А разве ты забыл, что Бог заранее это все назначил для исправления, для приближения нас к себе? Число 20 глава, 1 стих. Люди стали требовать пить, и Моисей засомневался, где можно взять. И говорит, разве из этой скалы я изведу вам воду? Вот сегодня, слух не говорят священники, но смысл такой. Мы говорим, вы не знаете, куда Россия несется. То есть они видят, что пропадает все, уничтожается, но не знают, где народ погибает от жажды. И они как бы говорят, что неужели из этой скалы, из вечного неподвижного слова, Боже, нам воду вам извести? Мы скажем, да. Ее надо только сказать ей, Господи, сделай так, чтобы слово жило в нас, мы были живым Евангелием. Моисей сказал к скале и ударил. Разве из этой скалы? Ты не говори этих слов, а то скажи, я знаю из Библии, из этой вечной скалы Бог даст воду, и все напьются. И обрящут жизнь. Иисус Новин, 22 глава, 17 стих. Разве мало для вас безумия Фигурова, от которого мы не отстали до сего дня, за которое поражал нас Господь? Я не знаю, почему вот это безумие постигло Россию. Более безумного учения, чем коммунистическое, не было. Бога нет, живешь один раз, и надо жить счастливо, надо жить. Зачем? Для утробы, только, так сказать, для утробы. И жертвы бесконечные, миллионы. Только Солженицын говорит, по какой год, 66 миллионов насильственно оборванных жизней, а так около 100 миллионов. Эта власть ушла и продолжает голосовать. По-прежнему поддерживает. Еще вам мало того, Господь говорит, что вы поклонялись этому Фигуру. Вы опять туда тянетесь. Во что вас поражает? Услово «разве» применяйте в разговоре с людьми старого поколения, которые все еще тянутся к этому трупу. И скажите, разве вам мало этих жертв? Солучших людей погубили, раскулачили. Такие войны претерпели. Разве нам этих жертв недостаточно? Судей 14.3. Отец и мать сказали ему, разве нет женщин между дочерями у братьев ваших и во всем народе твоем? Это решила о Самсоне. Ну, у него единственный случай был такой, где зацепиться он не знал за что, хотели с темлянами создать конфликтную ситуацию. А вообще-то все они сказали правильно. Не ищите на стороне где-то. Я боюсь за наших братьев и боюсь за сестер. Повторяю. Почему? Хорошие братья, достойные сестры, с чем-то зазирают друг друга. Но ведь если ты решилась одна для Господа, ты счастливица. Как ты будешь прекрасна перед Господом. Ты избрала благой путь. Но если просто зазираешь и ждешь алые паруса, ты глубоко ошибаешься. В мире нет этих парусов. Они кровавые все. Ты страшно страдать будешь. И братья наших сестер, я не знаю, то ли зазирают, или обходят, или сестры так ждут каких-то королей, князей, орлов. Будьте очень внимательны. И когда у вас случится непредвиденная беда, то есть неверующие поманят, а вы пойдете, вот тогда вы на наших братьев будете смотреть другими глазами и скажете, какие у меня рядом были люди и благовестники, и верующие не пьют, не курят, молятся. Я не вижу, почему зазирают, ждут со стороны, или чем это объяснить? Разве мало несчастья, которое в семейной жизни уже сейчас у нашего старшего поколения жила с неверующим. Жена другого мнения. Дети идут в разные стороны. Уже не вернуть никогда детей. Все. Они уже сформировались. 1 Царств 17.43 Филистемлянин сказал Давиду, разве я собака? А он ему отвечает, что ты хуже собаки. Это Голиафу ответил еврей, мальчик Давид. Вот когда она спрашивает слово «разве», мы должны на это отвечать, зная истину. А если бы он не знал, он бы не ответил. 1 Царств 21.15 Когда Давид, желая спасти свою жизнь, прикинулся юродивым, распустил слюни по бороде, то царь говорит, разве мало у меня своих сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Разве, слово «разве» мир не понимает, что перед ним не юродивый, а самый настоящий святой, который напишет Сталтырь, по которому будут молиться вся вселенная. А он к нему обратил эти слова, сомневаясь. Разве у меня своих недостаточно? Твои философы, не только юродивые и глупые, вместе взятые за тысячу лет, не стоят одного дня царя пророка Давида. Вот что нужно было ответить. 2 Царств 12.23 Однажды люди увидели, как Давид скорбит и печалится о своем дите, и дитя умерло, и вдруг он перестал поститься. И спрашивает, как так? Не пил, не ел, а как умер, то как будто нормально все. А он говорит, разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно, дитя, уже не возвратится ко мне. Этим словом «разве» он поставил мысли людей на правильный путь. Да, действительно, пока человек живой, плачь и скорби о нем. А если умер, вот тут начинает хлопотать тогда и сорок дней, и девять дней, бегает, суетится, заказывает сороковуста, а когда жил, ни одну копейку не жертвовали на дело Божие. Разве вы не знаете, что куда дерево упадет, там оно и лежит? Разве вы не знаете, что после смерти нет покаяния? Позаботьтесь о своей душе сейчас. Позаботьтесь о родителях своих сейчас. Сейчас жертвуйте за них, сейчас ищите пути обращения их, а не тогда, когда они уже умрут. Третья книга, Царств, 18-13. В Авдея, пророка, обстановка внезапно изменилась. Случилось так, что его царь Ахав посылает пророку Ильи, а перед ним уже 102 человека погибли. Пророк Илья просто сжег, головешки лежат. И он начал говорить, разве ты не знаешь, не сказано было господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господни? Слово «разве» мы можем напомнить в разговоре с кем-то, когда люди с нами разговаривают, не зная нас. А разве ты не слышал, как я обратился к Господу и как жизнь моя изменилась? Не бойтесь свидетельствовать о своем пути и о милости Божией. Павел несколько раз об этом рассказывает. Я хочу показать, что слово «разве» обладает огромной силой, когда мы людям можем просто при свидетельстве открыть двери к покаянию. Четвертое, Царств, 1-3. «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вам прошать в Елизевула божество Аккаронское?» Написано, царь Аса, когда заболел, то взыскал врачей, а не Господа. Не колдунов, не экстрасенсов, а просто врачей. И Слово Божие об этом упомянуло. Так что врачам разве нельзя? Можно! Но все время проси, Господи, я иду к хирургу или к врачу или в аптеку, да, сделай так, чтобы по воле Твоей было. А не просто я иду туда за здоровьем. Меня Бог зажимает в тесные обстоятельства и толкает туда, чтобы я там был свидетелем. Вот как надо. Разве вы не знаете? А так каждому говорится, кто трясет. Вот старый уже, ну явно, что уже ресурсы кончаются. Нет, тут заботятся о здоровье, плакончики всякие, пилюльки ставят. Да еще же так, не верите, что царство Божие есть-то. Ну, прям полшкафа. Ну, другое дело, переломано, упал там или что-то, надо срастить, поставили. Ну и все, ну как Богу угодно, так и будет. Ну, прям умирает. У меня на лекарства не хватает. Да не надо этого ничего. Ты доверься Богу. А вы что, не болеете? Не болею. Я даже не знаю. У меня ни одной пилюли нет. У меня ни микстуры нет, ничего. Банка с медом есть. Вот и все, все туда ушло. Да я еще растяну на год эту банку. Ты вовремя вставай. Все время, где время тратишь, и думай, Господи, вот это время я зря потратил. И старайся наверстать. Забудьте про возраст. Никогда не напоминайте о нем, а только радуйся. Это уже скоро-скоро близко, и я увижу Господа, как он есть. Это совсем уже недалеко. Я увижу, кому я молился. Я увижу ангела моего хранителя. Святых. Это совсем уже рядом. Я смотрю со скорби на поколение молодое. Вы не знаете, что ждет вас. Как внезапно начнет все сворачиваться. К одной мировой религии будут подводить. Ни христианство, ни мусульманство, ничего не будет. Одна еврейская вера будет. И это очень легко будет сделать. Народ расслабленный. Разве вы никогда не считали? А они вот сейчас мусульмане, все захватывают. А разве вы не считали в откровении написанное? Всякое колено, язык и племя. Все поклонятся ему. Но это будет всего лишь три с половиной года. В другом месте сорок два месяца. А разве вы не считали? Научитесь словом разве раскрывать двери перед людьми, как сделал Христос. Разве вы не считали? И вспомнили. Да, считал мне, мама рассказывала. И в самом деле Давид взял неположенно. А его... Нет, да зря нас упрекают тогда. Что бы мы сделали не так? Разве вы никогда не считали, что Господь сказал так, исследуйте Писание 5.39? Нас когда упрекают? А вот на русском языке. А разве вы, скажем, не считали никогда? Написано, если меня не понимают, то я для него чужестранец, и он для меня чужестранец. 1 Коринфянам 14 глава. Мы можем на каждом шагу пользоваться Писанием и добавлять, разве ты не считал? Это к священникам, которые с нами будут. Прошло сейчас. Пришло сообщение, мне сказали. Все то, что собор намечал, допущение литургического общения принято. И зарубежным собором, и Московской патриархией. Но оговорку сделали. Все приходы зарубежной церкви на территорию России, чтобы они вошли в Московскую патриархию. И опять начинают паниковать. Говорят, подождите, 5 лет это большой срок. Это целая пятилетка. Если за 5 минут можно какой-то населенный пункт завоевать, то за 5 лет еще что будет? Что мы раньше времени не будем помирать? Мы поминаем Лавра, Евтихий наш епископ. Вчера было, сегодня. Что они там решили, никак на нас не повлияло. Заметьте, вчера мы молились и сегодня. Не надо раньше времени умирать, но мы к этому готовимся. Ну а когда будет принято? Когда будет принято, обстановка будет уже совсем не такая. Будет не тот патриарх, все может быть по-другому. Может случиться так, что за эти 5 лет они так нахлебаются от этих предателей-сергианцев, что они на нас будут смотреть и думать, как к вам присоединиться. Вот как может Господь повернуть. И скажут, вот они, смотри, они не пошли никуда, и у них все осталось в целости. А мы то к грекам пошли каким-то искать. Ты конца края не найдешь чужих пирогов, все прислоняешься. Ты свой состряпай. Ты свой сделай такое, чтобы к нему все прилагались. Мы не знаем, что будет нам еще через 5 лет. Но мы твердо знаем. Так написано. Надеюсь, что если на меня не будет посрамлен, говорит Господь, приходящего ко мне, не изгоню вон. Разве ты это не считал? Вот что мы можем сказать. Четвертое. Сарс 5.7. Разве я Бог, чтобы уныршлять и оживлять? Вот ты-ка нам прочитал такую фразу со словом «разве». А скажи, где это написано? Да почти ни один не скажет. А речь идет о том, что царь в Сирийске прислал Неймана и царю Израильскому и говорит, сними с него прокат. Вот разве я Бог? А мы можем сказать так, с нами Бог. Бог силен снять любую проказу. Давайте вместе помолимся. Все. А ты разве не знал, что у тебя есть этот пророк? Какой? Елисей. А с нами все пророки. И мы молимся. Святой пророк Иоанн Претеща, моли Бога о нас. Святой пророк Елисей, Илья, молите Бога о нас. Разве вы не знали, что эти пророки все с нами? Четвертое. Сарс 5.26. И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе? Мне вчера пришлось разговаривать с одним, который формально как бы членом церкви является нашей, но далеко-далеко уже ушел и получается уже и веры никакой нет. И встречает в городе куриц. Куриц. Хотя два раза уже писанное писал мне, курить не буду. Я говорю им этими словами, разве ты не знаешь, что сердце мое с тобой? Я все равно буду знать. Сколько раз курил? Когда последний раз писал объяснителю в мае? Ну, посчитали сколько? 180 дней, почти 200 дней. Сколько раз? Ну, примерно 20 раз за это время. Ну, вот тебе, ты не можешь сказать, я тебе уже посчитал. Сколько ты выкурил? Да ты еще обманываешь от меня. Разве ты не знаешь, что я с тобой убыл все эти идеи, я все это знал? И что дальше? Вот проказа. С кем ты связался? Вот проказа будет теперь на тебе. Ты с этой проказой умрешь. И на потомстве твоем будут. Ты отца мать огорчаешь. Отец говорит, да, плакал, я еще могу и сделать то другое. Вот воскресенье Бог даст, 12-го, будет общее собрание. Говорит, ты выйди, скажи. И реши, где тебе быть. Ясно, что ты из коридора уже не вылезешь. Тут ты будешь стоять. Ну а дальше-то нужно ли тебе это? Тебе нужна воля, ты ее получишь. Это гиезия. И проказа Нейманова перешла на гиезию. Разве ты не считал про это? Оказывается, Библию ни разу не прочитал. Четвертое царь, 6-12. И сказал он, и неудивительно, и не убиваешь, разве твоим мечом они пленены здесь? Предложи им хлеб и воду. Ну, может быть, кто-то догадается, о чем есть слово «разве». Это когда Елисей ослепил врагов, которые пришли, и провел их в середину страны, глаза открыл, у него стоят все окруженные. Вот царь-то тут сразу, а может побить мне их сейчас? У него больше ничего нет. Вот царь Николай был такой, православный царь. Он говорит, твоей силой ты их завоевал. Я тебе привел их. Разве на это Бог нас призвал? Окажите милость. И мы увидим, может, при нашей жизни, как какие-то будут изменения, когда люди, понявшие, что без Бога, без Священного Писания, у них ничего не будет. И они выступают, много говорят, считаешь, никак до конца они не доходят. Уже прям вплотную подходят, и Бог не дает. Так раскаяния нет у священников и епископов. В газетах, в центральных пишут, ни одной статьи я еще не встретил, которая до конца была бы правильная. Ни одной, ни у патриарха, ни у кого. Разве они не знают, что все надо начинать ощущать покаяние? Они этого как будто не слышат. Они других призывают к покаянию. А прямо вышли бы и сказали, Россия пала, потому что Библии не было. Россия погибла, потому что люди отступили от Бога, по Евангелию не шли. Вот ведь как должно было быть. Вторая книга Параллипоменон 25.16 Один пророк подошел к царю Амасии и стал его обличать. А он говорит ему, разве советникам царя поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И он перестал и сказал, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты согрешил и не слушаешь. Какие страшные слова. И царь Амасия не тронулся. Но пророк сохранил эти слова, донес до нас. И когда кому говорим, чем-то обличаем, и он не слушает, ответ один. Разве ты не знаешь, что царь Амасия, выслушав это, ушел нераскаянный, погибший? И если ты не раскаешься, ты туда же пойдешь. Когда говоришь обличение, и человек сопротивляется, разве ты не знаешь, это признак того, что Бог решил тебя убить. Это только одно означает. А если ты должен жить, ты должен был принять, обнять и порадоваться, что тебя обличают. Второе Параллипоменон 28.10 Они оказались поражены в войне. И теперь, он говорит, вы думаете погубить сынов Иудиных. А разве на самих вас нет вины перед Господом Богом вашим? Вот слово разве, оно встречается должно, когда мы кого-то судим. Ты судишь, а ты невиновен. Не в этом, да в другом. Если он раскаяния не делает, и он развращает, и проказы заражает, это один вопрос. Мы имеем какую-то власть и должны предохранить это дело. Но не так, что услышал ему, все, покаяния нет, откуда ты знаешь. И они решили пленных поработить и в плен. И вот выступили несколько человек и сказали, а разве на вас вины нет? И так обличили их, что не всех пленных по домам отпустили. Вот как надо было делать Россию, еще тогда отпустить эти среднеазиатские республики. Сегодня в Чечне бы это и не было. Сегодня они бы на нас не злились и не лезли. А ведь туда-то не веру православную приносили. Они такие и остались мусульманами все. Главное, раздвинуть границы государства. Вот что нужно было. Выйти, выход к морю. Совершенно безбожные правители были. Если бы сколько в армии было людей. Ну, армии большие были тогда, 300 тысяч человек. Это почти полмиллиона армии вошел только Наполеон. А если бы столько проповедников, представьте себе, столько благовестников бы послали до южной страны. Ну, кого-то убили, кого-то, может, пленили. Но не могло быть так, чтобы Господь пренебрег труд столь многих людей, когда за них бы во всех храмах молились. Господи, открой этим людям, пораженным неверным учением, истину. Матфея, 21-16. Господь говорит, разве вы никогда не считали? И в связи с младенцев и грудных детей устроил хвалу. Марка, 12-26. Разве вы не считали о мертвых? И дальше показывает, что, оказывается, считали, забыли. Римом, 7-11. Разве вы не знаете, что закон властен на человеком, пока он жив? И жена, на женой муж властен, когда пока он жив. Римлянам, 10-18. Разве они никогда не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их. И до предела вселенной слова их. А разве вы это не слышали? До концов вселенной от еврейских проповедников прошел. Куда от русских прошел за тысячу лет глаз? Разве об этом никто не считали? Анкронштадтский не знал? Серафим прятался. Такую веру Бог ему дал. Да с этой верой, если бы он этот Прохор шел по России, то скольких бы людей это он обратил, а к себе притягивали. А я была у Серафима. Я была. То есть Христа как будто люди не видели. Я нигде не видел, чтобы пришли люди и уверовали во Христа. Нет. Были случаи, что напавшие на Серафима пришли в монастырь. Ну, монастырь опять же. Просто они ни другого выхода не имели. 1 Коринфянам 1.13. Он говорит, разве Христос разделился и разве Павел был распят за вас? 1 Коринфянам 3.16. 1 Коринфянам 5.10. Разве вы не знаете, что малая закваска заквашивает все тесто? Хозяйки это знаете. И вот так возникший грех, нераскаянный грех, влечет поражение всего организма. И 1 Коринфянам 6.2. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Когда нас угнетают, называют отсталыми, что мы далеко не такие, как в мире, а он скажет, а нам верена власть судить мир. И 1 Коринфянам 5.10. А некоторые говорят, а я не знаю, о чем сказать. Запомните одно слово «разве». Разве вы сегодня не слышали, что я вам сказал? Разве вы не были на занятиях на наших университете? Разве вы никогда не оставались на занятиях, не были на собраниях? Разве вы никогда не пели песнопения, какие у нас по воскресеньям поют? Разве вы не знаете, что Слово Божие касается каждого из вас? И скажи сегодня, Господи, я все это слышал, и завтра я воспользуюсь этим ключом к имену Херстам. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...